Музыка Тысячи ульяновсов стекаются на площадь столетия со дня рождения Ленина. Отсюда свое начало берет бессмертный полк. Колонна памяти проходит в Ульяновске в пятый раз. А завершится торжественный ход обелиском, где участники акции возложат цветы к вечному огню. Музыка Наш папа, то есть он воевал с Северно-Морской флотом. В 1942 году ушел на фронт. Четыре года было на войне. И два года еще на Японской войне. Пришел в 1948 году только с войны. Поэтому сегодня мы очень горды. Сегодня великий праздник. Это мой отец. В 1944 году был призван. Закончил войну в Венгрии. С старшиной. Помер уже в наше время. Десять лет назад. Мы семья Осиповых. Последние 7 лет мы живем в Ульяновске. И каждый год принимаем участие в Песмертном полку. Здесь у нас наши деды, детей, прадеды. Дед Осипов Сергей Васильевич дошел до Кёнигсберга. Мой дед Саранцев Семен Филиппович дошел до Берлина. И моя бабушка, которая растила хлеб для наших бойцов. На моем транспорте изображен главный маршал авиации Борис Павлович Бугаев. Он командовал в советское время всеми авиационными отраслями. Карпов Василий Васильевич. Это мой дед, который дошел до Берлина. Награжден медалями за взятие Берлина и за оборону Ленинграда. Ровно в 15.00 по местному времени колонна Бессмертного полка начала свой ход. По одиночке или целыми семьями, с одной или несколькими фотографиями героев, ульяновцы прошли по центру города. С улицы Спаской к площади 30-летия Победы, через бульвар Пластово и улицу Гончарова. Многие присоединялись к шествию попутно. Третий год мы принимаем участие. Это мой папа. Это мой отец. А это герой Советского Союза, легендарный летчик. Иван Федотов, Федоров. Он сбил 132 немецких самолета. Скажите, вот вы третий раз уже здесь. Масштабы растут? Людей с каждым годом? Да, заметно. Очень заметно. Плотность посетителей увеличивается каждым днем. И молодые. Наша семья принимает участие вот второй год. Здесь изображены наши два деда. Мальчики, покажите тоже ваших дедов. Мы считаем, что это замечательная акция. Мы благодарны тем людям, которые это придумали. И испытываем невероятное волнение. Это здорово. К бессмертному полку присоединились первые лица города и области. Это мой родной отец, Панчин Сергей Григорьевич, который воевал в армии, находился 9 лет, еще в финскую войну, потом в Великую Отечественную войну закончил, вернулся сюда в 46-м году. Моя семья такая большая, и страна отца, и страна матери не оказалась исключением. И в одной семье было 10, и в другой семье было 11, и в одной семье сразу четверо ушли на фронт, и никто не вернулся. И в другой семье сразу четверо ушли, и никто не вернулся с фронта. И мне, знаете, сейчас доставляет огромное удовольствие самому даже просто понять, кто мои были дедушки, кто мои были дяди, которые я в жизни никогда не видел. В масштабной акции принял участие председатель Комитета Совета Федерации России по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. В руках федерального гостя – портрет отца. Он служил в 39-м году в Даурии, на российско-монгольской, участвовал в границе, участвовал в событиях, связанных с японскими событиями. Потом демобилизовался и сразу же был мобилизован на фронт. И он оружейный мастер, в авиационном полку служил. Для нас гораздо интереснее, кто приходит. Мы видим, что приходят целые семьи, прям в двух-трех поколениях. Это очень трогательно на самом деле. И никто не записывается, конечно, просто люди уже знают. В пятый раз в городе Ульяновск проходит такое шествие, что 9 мая можно прийти и с портретами своих родственников пройти вот в этом символическом, очень важном строю, бессмертном полку. Ежегодно бессмертный полк проходит в каждом уголке страны. Акция этого года стала самой масштабной за все время проведения в Ульяновской области. Только в региональном центре с фотографиями своих предков на улице города. Выше 35 тысяч жителей. Всего же в области к акции присоединились 100 тысяч человек. Принатолиулова, Руслан Баталов. Специально для Ульяновской правды.